Победитель как минимум, даже больше, чем удвоится, понимаете? Даже если ты в финале проиграешь, ты получаешь не полторы тысячи баксов, это уже гарантия, а почти 4К. Погнали. Погнали, а кипера уже гонят. Гольбин, ну минус грант, во-первых. Будем смотреть от Фоги, но без Тумана Войны, давайте. Юрка, Юрок, Беляк. Привет. Добро пожаловать. Блейд бегает. Так, хорошо. Привет, есть ссылка на интервью Соника? Последнее прикольное интервью. Это вопрос? В клипчиках можно посмотреть, там пару клипов сделал позавчера с интервьюшечки как раз. Кэжул Оранж говорит, верните мое детство, когда мы по мойкам лазили, собрали банки из-под пива, пачки сигарет, прочу лабуду и сами стрёмные вытянутые шарики. Мама нас долго ругала. Да, это мы тоже находили. Фосс, скорее всего у тебя антивирус или что-то такое, он блокирует просто весь. Явно локальная проблема. Ой, хорошо добивает вообще, видите? Не стал, не стал Блейдмайстер... Не стал Блейдмайстер пытаться добивать. Ой, здесь можно еще Гранта одного подрезать. Это будет стоить Киперу еще одной прикопки и большого количества здоровья. Но в целом это минус второй Грант. Молодец, Фогич. Ну, задинает, естественно. Второй Кипер. Я вспоминаю, как Colorful играл. Да, он же против Линов вчера играл. Да. У него там старт на этой карте был значительно хуже. Исследование завершено. Хочешь что-нибудь взорвать? Наши воины вступили в боль. Смотрите, какое древо жизни у Фогич. Блин, вообще уважаю его за это. Где-то месяц-полтора назад я регулярно критиковал, в том числе и Фогича, за небрежность в плане постановки Экспандер. То есть за то, что он его делал. Не там, не тогда, что его постоянно отменяли. И нахваливал Муна. За то, что он либо строил прямо на базе, либо он строил в таких местах, где Орк его не находил каким-то образом. Потому что если вы даже базу поставите у себя на мэйне и потратите там на, не знаю, на минуту даже больше времени, чем если бы поставили сразу, но рискованно. Это лучше, потому что отмененный, например, Эксп на середине, это уже потеря 90 секунд. И плюс еще ресурсов за отмену. Так, там Локи на связи. Вот, а вместе с Нэчу Блэссингом, то есть ты делаешь апгрейд на единение с природой, и дерево так довольно бодренько доходит. То есть тут потеря даже не минуты, я думаю, а в секундах, там типа 30-40 секунд. Ох ты, а тут можно и прикопать. Да, там персоналка, но ты разводишь человека на... А можно было отменить, кстати. А, опасно же. Тебя следующая прикопка убивает. В это время СХ крипит шахту. Коты сразу пошли его перехватывать. Рискованное дело. И не успевают немножко. Отменяют снова. Но дерево здесь у нас доходит спокойно. Ставится база. Ой, ловит нас. Пурджим. Там еще пурдж есть. Кота поймают одного. Два пурджи на кота. Это довольно-таки дешево получается. Блейд будет пытаться отменять шахту. Это отличный способ тоже выиграть время. Здесь наши пытаются поддавить. Но три хантреса, два героя. Это маловато будет. Не знаю. Либо ломать сразу, кидаться на шахту. Потому что здесь постоянно будет отменять. Второй барак. Грейт на армор. Фогич сейчас решил пойти... Ну, Фогич, ну, да, прикапывай. Пойти. Я не знаю, куда он... Куда ему можно вообще прийти с такой армией? Где он может напрячь? Лин везде прикрыт. Вообще везде. Фоги недоконтроливают хантреску раз. Недоконтроливают хантреску два. Хорошо. Хорошо. И телепорт, да, чтобы хантреску не терять. Вот сейчас Лин не доконтролил. Он мог эту охотницу замочить. У него был блейд. Который почему-то не побежал добивать. Но база меня смущает. Вот эта вот дикая. Куда уже не успевает Фогич. Зря он очень много времени набегать не утратит. Все, уже база достраивается. У него, правда, тоже начинает работать. Но в целом... А, сейчас без блейда можно постражаться здесь. Хорошая вещь. Реально хорошая. Блейд здесь неправ. Да, и он, видите, телепортируется, чтобы своим помочь. То есть он и там шахту не мог забрать. Но здесь Фогича меньше. Просто меньше. Стафа нет. Идет штраф. Все очень плохо. Ванимор говорит, я, видать, очень давно не играл в Warcraft. Но я не помню, чтобы Порча стопал юнита, а не просто замедлял. Порча всегда работал по этой механике. То есть он уменьшал скорость юнита до нуля. Фактически он останавливал его. С постепенным увеличением этой скорости до нормальной. Где-то в течение пяти секунд восстанавливается скорость. Почему можно почитать описание? А, обездвиживает... Ооо, 15 секунд рассеивается. Обездвиживает на три. А потом замедление постепенно рассеивается за 15. Хотя, может быть, была какая-то замена. Потому что как-то жестко выходят. Ну что, Фогичу, наверное, надо Т3 лепить, к сожалению. Пытаться не выходить из лимита. Потому что Орк может сидеть на лимите 50, не боясь. Да, это первая игра, Старгок. Первая игра, тяжелая игра очень для Фогича уже. При помощи СОВ он старается избежать негативных последствий от Хараса Блэйдмастером. Уже немножко отстает по Экспе. Армор хороший, хороший артефакт. Ох, Алин уже идет в атаку. У него почти четвертый СХ. А у нас нет третья алхимика, надо отбиваться. Выходит из лимита Фоги. Делает грейд на Т3. Вообще правильно реагирует, но в целом очень много беготни было на начальной стадии. Правильно делает, что берет Веспо. Давай. Диспл на Суху. Еще один диспл на Суху. Но до шаманов не добежал, это плохо. Не, ну это понятно, что он менялся на своих. Типа, чтобы не было негатива. Но... А, понял. Нет, был, был, был. Да, прав, прав олдскул, который забыл. Молодец. Александр Кот, красава. Ну, это было, кстати, очень давно. В 1.10 патча. То есть это было даже не расцвет ТФТ. И это был где-то 2005 год. 2004 год, скорее всего. Ну, Александр Кот сейчас скажет точное время. Если захочет. Да. А если в этот микс талонов добавить норм будет, или мне кажется? Тебе не кажется. Я уверен, что если сюда добавить талонов, будет очень крутая связка. Потому что Пурч не контрит талонов. А-а-а, нет. Проблема в том, что... А, нет, нормально все. Да-ра-ра-ра-да. Добавление талонов, это, возможно, хорошее развитие этой стратегии вот как раз вместе с Т3. То есть вместе с Т3 ты делаешь Древо Ветров по двум причинам. Первая причина — это феррики, которые контрят Сэху, контрят шаманов и частично делают нехорошие вещи для блейда. Второй момент — это то, что гранты от магического урона от талонов разваливаться будут. Они будут бить сильнее, чем хантрески. И третий вариант — это, конечно же, Иннерфайр, который нечем орку контрить. То есть у него нет массового диспала, чтобы убрать Иннерфайр. Иннерфайр там сто... Ой, не Иннерфайр, извините. Феррифайр стоит там сколько? 35 маны? Пурч стоит 75. 65 его сделали. Короче, дороже все равно. И ты не будешь пурчить своих юнитов. Короче, это очень хорошая идея, на мой взгляд. Очень хорошая. И как бы донести эту мысль до Фогича. То есть это дешево сравнительно. Очень полезно. 1-2 Феррика тут всю-всю битву могут развернуть. Такое ощущение, что Фоги преимущество. Ну посмотрим сейчас, что будет. У Фоги хороший лимит, действительно. Блейд с Lightning Shield, с эмаляцией, врывается с инвулом. Пошло лечение. Минус Гранд, минус 2 Арчи, минус Хантреска, минус 3 Арча. Еще минус Арча. Но Фоги здесь потихонечку разваливается. Контролец старается хорошо, спас 1 Арчу. Там Scroll of the Beast очень хороший. Грейды 1-2 против 2-2. Но эта игра не похожа на то, что было с Фоги в прошлый раз, когда он с Лином встретился. То есть реально он здесь неплохо сражается. Но лимит 50 уже. Против 60, увы. И очень битый алхимик, очень битый козел. Тут надо валить отсюда. Став. У Арчи уже была меткость. Правда, я не знаю, когда она появилась. Но это проигрыш, конечно. Не хочет отдавать базу, но, к сожалению, придется. Блэйд горит в виспах. Гранты быстро все сносят. Блин, Древо Ветров реально тема. Очень крутая тема. И Блэйда можно будет фокусить. Минус 2 Гранта. Ничку спас. Слушайте, отбиться может? Нет. Хотелось бы, но вряд ли. Арбу не купил. Блэйд левый правильный. Тыкает в базу просто. И может просто отступить после этого. Да, Древо падает, увы. Блин, реально Древо Ветров с парой ферриков и там тремя-четырьмя талонами. И дико меняет эту страту за эльфов. Именно в лейте. Крутая идея. Козла казнят. 1-0 лин. Фоги сейчас выйдет. Фух. Так себе тактику выбрал Фоги, говорит, он лифан. Он выбрал ту же самую тактику, что выбрал Мун. Это текущий стандарт. Так называемая мета. И Мун по этой тактике лину выиграл. Так что здесь дело не в тактике. Не в тактике. Пармезан, как говорит, против лина стандартно играть самоубийство. Еще раз. Две недели назад в этом же патче, ну почти в этом же патче, Мун убил лина теми же расами, теми же стратами. Иногда дело не в стратегиях, а в исполнении. В принятии решений непосредственно в игре. Фоги это не Мун. Фоги выиграл Муну вчера. Пармезанка. Странная у вас аналитика, конечно. Я пытаюсь как-то привести... Но иногда односложные такие вещи. У меня не побеждают в голове у людей. Потому что надо как-то объяснять для себя происходящее. Человеку свойственно пытаться найти объяснение. И он принимает, принимает, как бы это сказать... Он объясняет, исходя из своего понимания, исходя из той информации, которая есть. Донаты не работают. Да я отключил. В Петербурге заметили бобра, он отдыхал на дороге, говорит Рёстамчик. А потом недовольно перебрался на обочину. Новости про бобров, они, кстати, очень... Очень... Такие... Постоянно всплывают в информационном поле. В этой игре, на мой взгляд, была проблема, во-первых, в том, что... В середине игры было очень много метаний. Ну, вот эти вот четыре хантресса, которые побежали пытаться что-то там сделать. Ничего не сделали, отдалась хантресса. Потом армия с алхимиком, с козлом, с теми же самыми тремя, потом четвертая хантресса подошла. Тоже попытались подойти к экспанду, которую орк строил очень рано. И ничего не смогли сделать. Единственное, чего смогли добиться, это снесли один бору и ушли на телепорте. Ну, и СХ, который прокрепился лучше, чем алхимика первой битвы, у нас была очень неудачная. Когда СХ был 3,5, а алхимик был не до 3. А не до 3, это без второго лечения. И там минусовый размин пошел. Ну, и потом две базы работают параллельно. Для эльфа это не очень хорошая тема. Именно непосредственно в игре, на мой взгляд, принятое решение по забеганиям, по агрессии. Они привели к тому, что Фоги оказался сильно позади. Мне кажется, связка в принципе не робит против Лина. Ты один масс, мне кажется, для этого игроков. Еще раз, Нед. Такой же стратегией Мун в этом же патче почти. Выиграл этого же самого Лина в бо 5. Дело не в стратегии. То есть ее, безусловно, можно улучшить. Но чем, 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 чем ты слушаешь? Я только что, 5 минут назад отправлялся учить матч-часть. Точнее, не матч-часть, а практику. И мы смотрели с вами эти матчи. Я более чем уверен, что ни Лин, ни Фогич не будут менять стратегии. Потому что понимают, что не в них дело. Но добавление Древа Ветров — это хорошая идея. Ванимор говорит, потому как он бегал, может, не знал, что за что цепиться, чтобы получить преимущество. Мне кажется, он пытался забежать и отменить эксп. Но каждый раз видел, что Лин там стоит как вкопанный и готов принимать. То есть там СХ, помните, он вышечки ставил. Сначала отгородил Хантреску, убил. Потом, когда Фоги решил посмотреть на какой там динамике построения вражеского экспа, он там сразу еще один, потом второй вард поставил. То есть отрезал просто Фогичу возможности для отмены строящейся базы. Ну и Фоги потыкался с одной стороны, потыкался с другой. И ничего лучшего не нашел, кроме как убить Бору и стелепортироваться. Кипер какими-то хитрыми обходными путями пытается выбить себе артефакты. Кажется, медведи не факт. Не факт. Хантрес... То есть под медведей ты обычно играешь с арчами. Ну можно через Хантрес, раз у тебя козел. Но мне кажется, здесь будет построена база. Скоро внутри. Так же, как в прошлый раз. Ну либо вот здесь вот, например. Либо вот здесь. Потому что тут даже в Испании, и тут очень стрёмное место. Так, рабочий минус. Кипер не третий. Блэйт выбил себе инвул. Походу молния добила. Да это молния была этого, кипера. Но он крипл специально для темпа под лайтним щелдом. Вот нычка опять. Всё чётко. Блэйт сейчас... Очень аркадный тоже. С иллюзиями. Видите, танкует иллюзии. Выбивает артефакт. Козлик не успеет, скорее всего, сюда. Хотя, может и успеет. Хантреска уже видит. Ай, нет, не успеет. Ой, как блочит лин, красава. Наши воины вступили в бой. Очень круто. Привет, форефер. Укажи мне путь. Поторопись. Кто нарушил наш покой? Приказывай. Я поплелась отомстить. Улучшение завершено. Алхимик появился. Идёт агрессия. Видимо, для того, чтобы... Сыхе было посложнее. Хотя начинает крепиться. Такой блэйт уже затаренный, смотрите. Большой инвол. Перчатки такие, перчатки сихие. Аситка закидывает, чтобы просто отвадить его. Вот там есть последняя замазка у него. Которая не перебивается ядом. Арчуба отправить домой. Она первая умрёт в следующий раз. Сыха выбегает. Ой, красиво можно его окружить. Он такие зонерские. Просто ставит классные варды. Капец. Увидел, 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 увидел. Ай. Видите, проверяет блэйд стандартные места. Но нычку он отменить не может. Ныча блэйсинг опять. О-о-о-о-о-о-о-о. О-о-о-о-о-о-о-о. Окружил. Окружил. Слева, слева, слева кота. Ай. Вытолкнул, вытолкнул. Два виспа. Не, в целом хорошо. Заставил блэйдмастера вернуться. Сыха пустой. Кипер третий. Перебей лечение. Хорош. это все минус деньги друзья это все минус деньги еще разок блин коты иногда друг другу мешают как к этим марафонцы блин друг другу подрезают о еще перебил хорош и вот сэха который должен вроде как крепится понимаете он сейчас что правильно не крепится было подблочить но хантреска же вышла у тебя почему не подблочил козел идет на перехват молодец вот и гранты теряют время это вот армия должна была крепиться сэха все еще первый правда и алхимик тоже первый но выбирая между но вспоминая как прошла прошлая игра прикопка инвул передал что инвул потратит не нужно тратить минус и х минус и х ой молодец понимаете вот то же самое те же самые герои даже те же самые стратегии но исполнение принятие решений там где-то по агрессии сеточка вот такие вот моменты вот на таком уровне больше фактора больше влияет вот 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 такие вот моменты все то же самые те же самые тот же самый козел 1 арча еще прикопать 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 нет не прикопать там пурш есть помогает крепится а есть сэн 3 у нас прикопка оситка молодец ты блэйд еле-еле уходит просто молодца так только сейчас нужно быстро про про это самое под подлечиться и в агрессию идти потому что там будет компенсировать пытаться дико ну и протектор такой загадя прям ой-ой-ой-ой-ой хорош вслепую будет ставить нет увидел протектор энты саха будет крепится блэйд ищет будет шахту пытаться отменять и отмене же собака но у нас видите тоже отмена там зачищено все было хилварды ставь сразу о молодец хилвар час темп она может добавить как же нам шахту защитить козел побежал он может быть 2 прикопкой выиграем немножечко времени и хватит не хватит кажется хотя если 3 прикопки добавить и виспов еще виспов виспов да заказывай виспов алхимик бежит и скрип джекнуть можно уа еще прикопка не успеваем если только третью третью надо тратить третью давай третью трать не успел а он там контролит сухо окружает саха с большим инвулом здесь надо тратить инвул инвул 15 секунд и сливает сейчас начинается сражение срочно возвращаться сюда и блэйд вернется и минус грант арча терпит арча живой живой грант сейчас умереть может те же самые юниты те же самые страты другая абсолютно игра еле-еле пытается саха уйти ему могут помешать прикапывает саху минус строй саха сейчас может быть а и 30 сколько там осит кого 30 нет не получится или получится 25 21 направо нужно уходить минус грант 3 алхимик блэйд отменяет шахту снова но сейчас надо прессовать его на базе на базе на базе перехватывать перехватывать козлом успеет не успеет выстрел ах не успел он выпил бутылку не надо надо сражаться надо сражаться виспы страдают от блэйда но мы сейчас без блэйд мастера здесь нормально его можем подрезать давай хилвард хороший арчи восстанавливается тарча выжила тоже пытается убить его хилвард смотрите прорывается ах ты пёс блэйд мастер подрезал виспов огромное количество контролит здесь занят варда больше нет алхимик почему третий уровень не прокачал второе лечение алло загоняет загоняет правда теряет 1 одну хантреску убивает одного гранта 2 на ладан дышит блэйд все еще контрит нычку но у противника тоже нет базы и протектор этот момент контролирует а мы можем сейчас лавку убить минус лавка прикопка с иху можно убить окружили у а я даже теперь на мышке уменьшил случайно очень похоже на 11 главное сейчас дожать но не сейчас обязательно дожать не обязательно потому что потому что ну бору стреляют и а мы и так много всего убили сейчас наверное лучше даже обезопасить x вот отбиться от блэйда да или прокрепиться опять же рабочий пытается пойти поставить базу гранты отбиваться от протектор будут что на блэйд возвращаются очень хороший хилл от фогича лайтнинг щилл правда были вот это плохо и блэйд летит сюда цветок надо было взять арчи еще смогут погибнуть большом количестве блэйд бежит берет свиток чтобы эльфа не досталось цветок лечения минус 1 арча минус 2 ой растеряемся сейчас тем минус грант в целом не так плохо учитывая то что мы еще прокрепились и самое главное база обезопасен и сейчас четвертый алхимик а не третий алхимик до сих пор не прокачал хилл алё еще минус 1 арча какой же лин дикий вообще он до сих пор еще сопротивляется учитывая постоянные потери героев далее 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 но не нет базы нужно сейчас как-то собираться просто отбиваться отбивать нычку шахта прикопалась ману восстанавливать надо срочно алхимика восстанавливать ну что фоги все в твоих руках все в твоих руках все в твоих руках извините протектор отбивается рабочий идет ставить базу 50 лимита уже т-3 у фогича уже т-3 меткость пошла тайминговый магазин арбы даже нет блин выходить из лимита надо вообще не задерживать то есть сразу арчу заказывать и втором бараке готовится тоже выходить из лимит идти покупать свиток лечение которого нет блин торг 2 что ли купил свиток или что нет где свиток есть наказывает час под майдет до витя арчуда заказал вышел из лимита 59 отменяет базу отлично молодец чтобы не было никакой этой халявы объяснить какой смысл в т-3 без штофинт ну меткость третий герой арба свиток взял красава виспов взял красава можно давить о-о-о давай 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 блэд пришел минус инвул понеслась правда мерк эти мерс мерс ну короче нейтралы бьют протекшн у нас диспл очень хороший во всех во всех шаманов в сиху арчи правда под лайтнинг щелдом надо отступить от нейтралов еще энты минус шаманы чё там по свитку надо вернуть арчи и свиток юзнуть вернуть арчи и свиток юзнуть болин или щас нет вот щас не щас кота еще потеряет при нуфогично доконтроливай ты как же ты бесишь меня не в целом все хорошо где опасность ну все еще с аура 10 процентов козел побежал зачем за оригиненным маной и арбой нички у врага нет он пытается компенсировать крепится козлик пришел смотрите мантию взял мана и арба просто арба сразу что ману полностью ману валах восстановил ничка делается но это стандартная вещь то есть он у него нет выбора он должен пытаться это сделать а наша задача это как раз пресечь алхимик 4 шикарно мы можем мы можем и должны дожимать в такой ситуации иллюзии 2 грейд на атаку фагич блэйд бежит его кстати фокуснуть можно вот этого верхнего блэйда на инвулл по крайней мере развести лечение от алхимика классная диспал иллюзии красава диспал лайтник щелда и и сухи можно минус грант минус хантреса минус еще один грант минус арча блэйда можно убить можно убить блэйда прикопка минус блэйд прикопками 1111 но так нужно много всего сделать чтобы лина обескровить чтобы он такой въедливый капец ты там гонял по полыгры с их у убил его раз убил его 2 загнал его на базу и при этом он там параллельно тебе трижды отменял шахту что если бы блэйд там не не отменял шахту шторг все равно на борусах отбивается на такой стадии то было бы где-то плюс 15 плюс 20 лимита у фоги чем дичь просто дичь сопротивление привет то есть я не знаю какой орг бы до так до такого бы дожил просто вот после после того как как фоги его мужчины убивал на хрен дофига там всего и шаманов поубивал и грантов по подрезал на базу загнал минус магаз минус сыха дважды минус сыха никакого криппинга у тебя нет круто так друзья всем добрый день мы болеем за фоги еще у нас турнир финальный день смайл капа призовой фонд 17 косарей 16 лучших азиатов он то есть тут все куда куда ни глянь кроме того что нет инфи и тяжа но они так в стримерство и вы ногти по уходили редко появляются инфи стриме кстати турнир есть все плюс был еще хавк и все еще есть фоги такие такой дикий состав участников куда ни глянь везде папашки и фоги умудрился дойти до полуфинала вчера одолел муна 2-0 неожиданно я даже не успел сообразить что произошло и сейчас играет в полуфинале против лина флай финале ждет фокус уже третье четвертое место и до трех побед серия которая только-только началась счет 11 да пользуясь случаем передаю привет товарищам на ю тубе их там очень много приходите на gg чатик комьюнити отличная атмосфера погнали что-то я начал переживать за за фогича нервные очень игры очень нервные столько всего надо сделать чтобы одолеть лина но опять же лин это лучший орг сейчас мира лучший орг а когда у тебя в регионе орков нет а ты вдруг как оказываешься в в топ-4 один среди трех орков это прям я за лин и переживай говорит в артилекс его же фоги разорвет на виспов по 120 острова эхо хочется отметить что два раза два раза вот это вот пассивная постановка экспанда с единением с природой приводит к тому что вообще никаких проблем у фогича с именно со строительством экспо нет да и со временем постановки тоже отмена шахты но тут как бы ничего что не сделаешь особо вот но тема работает тема работает надо практиковать важная победа на на прошлой карте что до этого было 0 3 по по последним встречам хорошие хорошая застройка такая прям 2 мунвелл при всем желании не отменяемы арчима столоны и дима с бестмастером и тинкер но это старая страта по талонам причем она может зайти на нежданчика но в целом даже если человек играет стандарт даже если человек играет стандарт текущий стандарт блейдмастер саха это конечно не блейдмастер то урен но сахата тоже талонов контрит то есть те же самые змейки 2 уровня талонов разрывают на части талоны по ним не атакуют а получают полтора раза больше урона то есть даже если не подстроиться это раньше помните если орк моргал если ты его там например обманывал хантерс холл им он думал что ты играешь две лорницы и он брал саху с хексом и этим и лечением то да то были дикие проблемы потому что тогда змейка не практиковали и ну не умели через саху так играть вот тогда часто были проигрыши просто из-за того что не угадался вторым не догадался стратегии взял другого второго героя и терпишь без вы его против талонов так ну грант какой-то подозрительный он выходил к зеленой точке а потом вернулся назад время пришло он все равно здесь подставка как ты это чувствуешь вообще протектор пошел как вот вы видите что вы видели он раз почувствовал отошел а потом еще раз почему ночь он не видел это ночь он не мог видеть он правда поплатился но зато за увидел протектор и я уверен что увидел протектор параллельный нычек ставит смотрите таким образом но через протектор опять же он можно еще одного гранта отрезать минус 2 гранта минус 2 гранта на пофиг протектор надо отменять ну то есть это еще одна прикопка и без без прикрытия бору хорош сейчас динает гранта будет блин лин такой четкий все равно за динайл а под под тремя юнитами и прикопкой но козел без маны ему тут ловить нечего надо бы вернуться как-то восстановиться но это был маневр как раз для того чтобы поставить базу антрески трется рядом эти сову повесили на выходе начал очень хорошо пион там золотом ищет даже если сейчас блейдер вонет в сторону базы он ее уже никак не отменит она будет на три четверти достроенным алхимик просветки нет блейда а козлик уже с полной маной можно снова корку прийти там сыха и есть разведка и можно и он выходит под совой которую не видно что что оп и у леса зажима его справа хорош да ой красава блин красава эту сову не видно потому что она повесилась ветер на елку которая по пониже не на пограничную и а чё дать просто посмотрим игру читка менте не хочется даже там базу бьют там пион базу бьет сова такая крутая потому что фогич не факт что шоу за сухой он возможно шоу за блэд мастер подставляется он уйдет конечно возможно он шел просто marketplace забирать понимаете джорджо собиратель голов первый уровень без экспы алхимик почти 2 здесь блэд закрепил конечно надо нычку ставить сову пускает хантрески у них сентинел на на втором тире 100 100 апгрейд сова сбивается пурджем сова сбивается рабочим если он достанет на такой он не достает елку но вот как раз по этой логике и повесил скорее всего фогич эту сову дичь у нас и х собака крепится смотрите слайкничал дом вообще дико всю кучу собирает там сколько в секунду 20 секунду ох сейчас бы еще базу на вот эту вот халявную поднаказать которая будет оркам возможно даже стролем с каким-нибудь с закупочкой тут все есть отманил чтобы архмак ничего не делал не порджал не кидал lightning shield кажется у нас шахта зарутится успеет зарутиться было бы неплохо виспов перевести надо блин он переводит виспов красава фогич давай давай родной давай кристалл болн хавк был брат надо быстро сейчас сюда идти все равно шахту могут отменить виспов подрезают до шахту отменят скорее всего отменят быстрее 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 там зеленая точка еще пришла блин это минус шахты но она все равно скорее все было бы минус не успел диспал 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 очень хороший диспал все шаманы пустые андреска минус что здесь ли не доконтроливает прикапывай прикапывай шахту и надо в агрессию эти надо брать виспов надо прикапывать шахту надо делать разведку надо идти убивать ему нычку все шаманы скобочках один там два шамана стояла вот один вот второе у них маны нет чё за желание это по это это самое мант моренси ну приказывай отвлекает только подними экран уже поднял поторопись кто нарушил наш покой минус висп еще один айфоги начинает бегать базу он уже не отменят скорее всего противником до 3 алхимик не на 3 высыху но видите не уходит отсюда фогич добавляет чё делать-то т3 наверно т3 надо халяве час уже уходить цеха получит час 3 и придется сражаться с орком на равных и спа еще бы 1 до заказать нам увидит его сравни с прошлой игрой конечно у фогича все похуже все похуже время пришло на карте нейтралов почти не осталось т3 до 3 прекрасное понимание того когда придется сражаться и что необходимо для того чтобы эффективно сражаться и скорее всего придется телепортироваться сейчас на мейн потому что орг довольно быстро тут сломает а надо добить черепаху только после этого телепорта да ладно блайт побежал прям хочешь сражаться блин ворды стоят lightning shield виспов не хватает лечение хорошим очень многое зависит от контроля очень многое мунвелла конечно помогает на минус арча уже контреску недоконтраливает справа висков взрываются неплохо опять дух шаманов в одного этого и нужно с 3 арчи уже инфо дич прошу тебя давай мунвелла же есть контроль очень битые гранты такой жесткий линк капец криту и слайдным щелдом работает лечение еще одно тролль живет минус грант 1 минус грант 2 сравнялись приблизительно по потерям нет опять минус 3 юнита у нас разом ничего мы не сравнялись плохо посражался капец очень плохо сражался ну 33 лимита на где-то 46 там 44 пицц растерялся просто здесь чем у нас арча как же он контролит дико можно барак потерять пытается спасти барак висков подвел apm наверное дикие вангуй 400 плюс 422 аулина у фоге 387 атака очень грамотно и с точки зрения тайминга то есть под под т3 то есть у фоге чине меткости не второго героя не арбы а ты приходишь и плюс размениваешься с их а почти 4 надо черепаху добить разведка делать грамотную чтобы его снова не разводили арба став там что-нибудь такое арба пошла став правильно не хватает леса из-за того что было потрачено на про на эту на починку поэтому меткость не можем сделать с их а чисто же за закрепит эту точку из лимита выходим а нужно ли нам это кажется не время правильно молодец да сейчас надо лохалявить как можно больше то есть скупать свитки сидеть делать грейды и ловить момент когда он будет выходить минус арча крайне опасная ситуация а там выход из лимита 4 с небольшим уже с их а когда пошел да там т2 конечно но фоге чину надо понять когда выходить из лимита все выходит сам правильно делает выходит вот этой разведкой двумя энтами он увидит что визуально орку уже 60 не успел видеть надо прямо сейчас терпеть скупать арбы свиток лечения 1 удалось взять готовить виспов возможно грейд на защиту втыкнуть еще и там блейд продолжает минус 2 виспа сделал так он бесит все и выдвигается орда там 70 уже должно быть 76 капец ой 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 œ це там просто орда идет смотрите 1,2 грейды чабу джопа 2 арбы 2 арбы это хороший дпс очень protection пошел диспл диспл lightning shield тут же дисплее своего же protection погнали 66 на 80 диспл lightning щелда не лечит алхимик вовремя минус грант минус 2 хантреса арча еще грант еще арча по крикам вы слышите светок лечение хороший спас 2 а то и 3 арчи блин пока неплохо только под матч умирает став ох какой став 58 на сколько на 70 понятно но там даст достраивает он достраивает там закуп хороший идет это не очень хороший минус базы просто как же жестко виспы не справляются с лечением алхимик level up blade нарезает на базы нет не обязательно тут сражаться ли но он сражается потому что батя просто теряет несколько юнитов потому что бать блэйда 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 было успеет нет не успел блин у фоги тут еще типа неплохо постражался если б не минус нычка то ок контроля не хватило увы не хватило контроля базу не восстанавливает идет в контратаку последние надежды продавить сейчас хатам лавка два бору а у нас пустые герои свиток лечения кем перекуплен хорком кажется нет ни кем виспы пытается вылечить там лайтнинг щилд блэйд 230 криты закупленный дико размен типа более-менее равный но это не на руку нам хорошая сетка у блэйда свиток блэйда инвул это 21 это 21 фоги разваливается экспант не строится и он такой жесткий блин он блэйдом столько всего сделал за игру да бы 5 у нас еще не конец нулин машина понимаете опять же топ-2 человек по заработку в варкрафте за всю историю сильнейший орг сейчас-то точно опять же у него жена дочка миллионер или миллиардера что тоже не может считаться минусом правильно ну и как он контролит просто жестик в этой игре ну кроме общего такого высокого класса у лина контроля блэйда было было много не до контроля страны фоги самая большая проблема все-таки на мой взгляд было это сражение у себя на базе когда с не вывел вовремя виспов не отступил вовремя под мунвеллы растерял больше чем потерял орг и там конечно лин молодец что пришел по замечательному таймингу до как раз т3 до всех вот этих вот тем хороших вот но фоге там к сожалению слишком много всего отдал у него было 50 лимита закончилось все на 33 но я предполагал что в это будет не не легкая прогулка для фоге чем что помню как его линк отнов прошлый раз 2-0 вообще без шансов фоге час сейчас заметно лучше дает бой заметно лучше ну что лина он и калорфул а также играючи на прошлом турнире шатнул да и на этом турнире он шатнул калорфул а правда тот карту взял тем не менее только только мун сейчас лина может остановить только мун миша репрессии на ютубе кто-то может устроить там ноль модеров если кто-то слышит из модераторов обратите пожалуйста внимание я-то там чат не не читаю но для тех людей которые смотрят на ютубе чтобы не портили небольшой процент людей впечатление от просмотра надо подбанить людей орки эльфы это все хорошо когда хумы что-нибудь последний раз выигрывали они что на столько жалки ну в тот же самый инфи 2 голда взял правда пошел потом уж взял ушел в инактив но он кажется будет голоду тренироваться или уже начал тренироваться мы лоис мне тоже интересно за что ты его так а инфи уже объявил что не будет на голоде играть говорит агент много агент хуманов мало осталось так что пора вспоминать давай а на вечер что запланировано а сегодня у нас более интересный чем вчера матч в рамках деймхака потому что за квоты будут играть много наших нейтрон крафт соник дайс джон кейдж вортикс ну и блэйд сайт хотя блэйд тоже с он чаще чем многие другие на гудгейме активничает кажется появилась нет да погнали лин ведет 21 очень серьезный орг в миг скотт и аптета уже забанил за такое иногда знаете бывает сомневаешься может может действительно человека зря там подбанил но потом тебе пролетает вот такая вот штука и ты понимаешь нет все сделал правильно давай фоги дай нам дай нам надежду дай нам два на два где опасность нужно больше лунных колодцев майкер с майкером сражается наверху написано но у левого майкера винрейт лучше но уровень ниже так что я ставлю на второго а второй орг отмененный мануэлл это нормально для фогича это 21 висп экстра висп потому что он ему нужен лес идет неплохой харас и кстати за нас играет дегда козел дегда не добил боровом рабочего это уже странно аутлоу я надеюсь что на следующей неделе пошел на спидах приказывай у сетка нет они же кидают сетку время пришло дегда на нет разбежались виспы где опасность варды сторожевые идолы неприятный артефакт для нас неприятный подрезает раба ох вы видели здесь было движение от блэд мастер для того чтобы добить своего рабочего чтобы козел не получил уровень и козел выстрел и так под блочил его и сделал вовремя выстрел красиво и второй уровень получил мелочи 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 но очень очень классные мелочи вард один услышал козел должен был услышать висп и ну фогич конечно может такую групп конечно иногда показывает просто просто дикую сейчас блэйт его про он у нас нас спалили нас спалили да ладно ты еще прокрепишься серьезно минус протектор и черепашками забрать но это да это это блэйт молодец природа не знает блэйт молодец добивает еще энта энты тоже важны потому что второй уровень ближе будет одного энта вызвал криво волнуется я тоже волновался блин там смотришь за игрой волнуешься и играешь сам это же вообще жесть будет добивать черепашку мы это увидим но ничего сделать не сможем базу на строится все в порядке ты два алхимика здесь можно взять но не будет он наверно так делать второй уровень у дзюбеем чё делать чё делать если таки алхимика возьмет в этой таверне ооо габача говорит я пришел с ютуба кто примачки выдает беляк сначала тебя защеглят для начала а потом посмотрим глор привет спасибо тебе за орду за орду ну тут фоги играет орда и так победит пытается прорваться чтобы поймать на клипинге то сложновато будет друзьям потому что варды и потому что хотя гранта 1 подрезает теряя только здоровье чуть-чуть и не дал докрепить то есть всего одна черепашка отошла может реально магазин под под это самое сову кинуть магазин закрепить чисто огора голубого убить красава как же фогич пользуется возможности и успеет забрал же за иллюзий сетка об можно даже на развороте посражаться байда подблочил для того чтобы арчу типа спасти но арчу не спасется кажется дерево выходит так ну что дальше дальше надо избавиться от блэдмастера прикопка оситка поехали не совсем удалось избавиться второй барак грейд на атаку кто нарушил наш покой исследование завершено здание готово сова есть блэдмастеру сложновато будет вписаться я надеюсь справа надо дорогой блин блэйд все равно выигрывает столько временем из магазин нужно делать перебивает лечение молодец уже прикопки нет успел 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 добить успел взять дерево доходит нычка ставить вот как бы эту нычку то убить а как бы ее убить тут и блэйд тебя терроризирует конечно но он только шахту может отменить фогич будет просто ждать персоналка нужна персоналка разведка и туда козла направить вот это было бы хорошо с энтами вот это ошибка от фогича он реально мог бы сейчас взять козла пустить в огород магазин поздновато взять персоналку отменить с энтами базу ох а там атака идет там атака идет а нет криппинг пока на третий уровень саха третий саха уже у как же он прокрепился дико у да пошла разведка ну а толком тут даже кипр не 3 понимаете пошел за третьим сейчас все так лечение перекупил короче плохая ситуация у нас очень плохая тут явно ли он будет выводить в лейт не нужно 51 лимит не нужно 51 лимит афоги считает что нужен сейчас на вяза навязывать сражение будет противник герой это у него получше такая странная . сбором т-3 на заказывать ну все там база доделалась у нас конечно он тоже работает но вы же помните что штурм змейками идет блэй такой дикий он врывается просто подрезает арчи убивает такая осады она отступает блин он может сейчас красную подрезать то есть у него преимущество такого агрессора что фоги будет какое-то время втыкать типа приходить себя начала который только что пошла перегруппировался и хоп уже в криппинге чисто психологическая штука тебя в любом случае какое-то время на реабилитацию назовем это так нужным выпадают когти плюс 12 офигеть офигеть 912 уже 23 урона на фогич крепится его задача это алхимик 3 верит что рядом враг алхимик 3 блэйт рядом стаффа нет арчи мы теряем все два лимита ну там тоже лимит больше чем полтинник 56 в агрессию фогичу нельзя идти а он идет в агрессию серьезно фогич ты чего серьезно сейчас купит еще один свиток но это улын друзья это улын он не делает т3 он будет пытаться сейчас противник убить но не на экспанте на мэйне два свитка лечения господи ладно все нормально ты переживешь что миша боги вряд ли а ты переживешь перегруппировывается погнали lightning shield protection блайт в арчах хороший диспал арчу подконтроливает молодец 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 лечение неплохой минус грант арча выживают чудом пока что минус 1 арча уже где-то минус 2 минус грант перегруппировался свиток нужно уже свиток нужно было юзать первый не поймал момент как мун на поздно свиток плохо распределил дамаг все четыре лимита арчу недоконтроливает какой же блэйд псих у него 200 криты на вторых критах 216 крит на вторых критах это 270 будет на 3 козел подставляется лечения да все таки мы еще не на том уровне телепорт делаем у нас т2 тогда все далее мит сопоставимый но динамика такая что мы не можем продолжать размениваться с противником подобным образом из-за 5 сахи из-за потенциально 5 байда но у фогича он все он заложник этой атаки у нее технологии нет он должен идти в атаку дальше продолжая давидови 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 иначе никак грант просто узкая у скользает 2 свитка бору и на сбору даже не соплай блок пока что до лавочку бы убить эту там лавкой справа должна быть магазин и ставят прям как раз классно телепорт идет куда агрессивный агрессивный капец мы не в позиции и попробуем перегруппироваться протекшн пошел и у нее еще плюс 6 агилов у блейда офигеть сейчас ловите криты и ребята блэйд под лайтнинг щелдом опять нарезает минус арчат 240 криты просто уже гранты там под разваливались красиво 222 крит лайтник щелд лечением еще свиток на свиток последний даем до последний свиток у нас 56 на сколько 50 блин фогги все равно умудрился разменяться хорошо но проблема в блэйде и в сахе 5 саха тоже двумя героями можно выруливать фогги дрался как лев персональный козел уходит на последних непонятно куда он уходит но по крайней мере жив спасибо как говорится что живой алхимик не уйдет уже никак еще и варчи благодарные подблочили теряется алхимик блайт 5 будет крит на 300 давай покажи не будет не успели или будет 300 4 крит ну что ж фогги все равно в топ-4 лучших игроков мира ну кроме кроме хапача он не участвует на этих турнирах потому что пинг и потому что китайцы не всегда вовремя иногда вообще не уплачивает призовые афогич заработал полторы тысячи баксов взял все-таки каточку у лина но бой он дал конечно хорошим по сравнению с прошлыми 2-0 там не просто 2-0 было там вообще без шанса было там лин отменял ему еще строящийся экспант постоянно здесь он надо надо попробовать все-таки эту тему с в лейте с добавлением во время грейда на т3 с древом ветров потому что мне кажется 1 2 феррика а также пара тройка талонов сильно поменяют картину ну вот что фэри фаер это считаю плюс 2 грейда на атаку магический урон по грантам там 25 урона будет они получать та же самая арча только пожирнее от блэдмастера будет проще отбиваться и проще его фокусить но аферики против шаманов это они просто не смогут так просто стоять и накидывает lightning щелды вот этот момент обязательно нужно как-то донести до фогича проверить может интервьюшка с ним если у нас дискорде сейчас сейчас погодите написал фогича да ты сейчас там будет орковский финал который я думаю мы с вами посмотрим а фогича дискорде оффлайн в телеграме у меня его нет кажется чтобы выцепить а нет есть попробуем попробуем да я больше хочу ему попробовать в голову ancient of wind в внести идею на тест у него же практика есть по деньгам там затраты не серьезные по сравнению с тем эффектом который можно получить так сообщение он получил не знаю ну я понимаю что после после поражения иногда не хочешь сообщаться вообще о есть отлично звоним алло привет привет ну во первых я хочу все равно тебя поздравить с тем что ты очень хороший бой на мой взгляд дал заметен очень дикий работа над ошибками после прошлой серии с лином вот я очень переживал очень переживал это по голосу наверно слышно наверное даже больше чем ты переживал ну и спасибо что оперативно на спонтанное интервью пришел как у тебя эмоции после серии лин жёсткий я думаю что у меня были хорошие стратегии но я немного расстроен потому что ну знаешь когда играешь и прям ты в игре видишь каких-то моментов что ты вот здесь делал ошибку и все уже игра уже в другом течении идет поэтому я думаю что у меня там каких-то играх было огромное преимущество особенно с тем что я там подлавливал шедоу хантера там грантов убивал итоге там плохо реализовано ну давай по картам какие какие нет на ошибки на твой взгляд были с last refuge например начать то я плохо разведку сделал мидгейме но я не посмотрел куда его шедоу хантер побежал я решил что он крепится пошел в итоге сперсоналился видел что его нет понял что он где-то пошел по карте со змейками возможно крепится поэтому не стоило просто точку какую-то забрать и вернуться я в итоге просто вернулся очень много пробежку сделал да да беготни было много согласен вернулся он засетапил экспант я еще там пока бегал две ханты арчу потерял ну и в итоге у него уже это ну да если если вот в стандартном во первых классная тема с с экспандом насколько помню в прошлой серии лин стандартные вот эти вот экспанды на дефолтных точках он прям их не прощает вот эти вот отмены особенно когда эксп отменяется в середине строительства и ты там теряешь просто полторы минуты как минимум ну кроме ресурсов на отмену времени поэтому с единением с природой с экспандом в кармане как бы вообще потеря максимум секунд наверное 40 получается но зато ты гарантированно ставишь эксп но если он параллельно с этим ставит экспы ты его никак не отменяешь но были моменты когда можно было например с персоналкой с одним кипером полететь и и отменить то все равно сложновато получается в лейт выходить и 40 2 на 2 играть или или нормально все таки ну вот нет я думаю в лейт можно выйти просто но у кипер нужен четвертый чтобы там ауру получить дополнительный баф еще я не купил арбу хотя у меня было два стаффа я мог спокойно с кипера стаффнуть в арбу купить и вместо двух арчей по тму сделать в итоге вот финалки могла быть арба аура кипера и аура под мы и уже был бой был гораздо лучше то есть но там главное было только с виспами задиспалить его свиток рэка и хорошо контролить что тоже сложно потому что на пинге 170 там очень тяжело контролить а надо очень много всего делать да 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 а у него кстати какой пинг ты не знаешь он в китае так что где-то да хороший слушают и как в любом случае много косяков даже в лейте по поводу пинга помнишь на эхо айлс тебе там возможно именно пинг помешал на расконтролить когда он там с лимитом 50 у тебя 50 и там мунвейлы рядышком а ты там нарастерял до 30 там трех лимита просто это сражение было очень плохое а вообще я подумал что не надо было в т3 выходить просто ну как только я вот убил шедоу хантера двух грантов экспант поставил отбился не надо было просто массить армию идти в контратаку потому что я же перекупил свиток в итоге у меня преимущество есть и в армии в свитках а я получается 3 заказал армии армии у меня меньше и он соответственно напал и удачно ну так совпало что вот это то что напал он лучше разменялся и т3 а свой уже не смог реализовать поэтому там надо было просто идти давить на т2 я тоже очень расстроился что не принял такое решение я не увидел этой опции кстати на эхо и на last refuge были вполне две выигрываемые игры понял понял слушай я на правах эксперта из чата хотел бы попросить тебя рассмотреть вариант с точки зрения улучшения стратегии в т3 добавлять где-то в середине апгрейда на т3 ancient of wind для одного-двух фэриков но чтобы шаманам было сложнее чтобы с ихе было сложнее и добавлять еще пару тройку четверку талонов потому что магический урон гранты они пожирнее чем арчи урон будет такой же как у арчей плюс fairy fire это считает два грейда на атаку ты еще получаешь по сравнению с той же самой под мой аурой но если мы берем вот эти вот 500 голды которые можно потратить в дерево и получить там не знаю три ценных юнита ну я понимаю что под май о цене чем все это остальное но несколько арчей я бы заменил на на талонцев и по блэйду был бы лучше фокус и гранты бы отлетали и шаманы бы не коставали так просто подумай может быть стоит попрактиковать эту штуку я думаю это отличная идея на самом деле думал об этом перед матчами но к сожалению я это еще не тестил поэтому да 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 я не предлагаю это тестить вообще да я думаю там наверное ну если такая затяжная игра там должно быть дофига ресурсов чтобы ну там два фейрика иншенс офинт это это в районе 400 золота должно быть наверное это это да может сработать хотя если от порк добавляет райдеров он по идее кидает сетки и может как-то отступать и ну в любом случае это надо это да да нуждается в практике отлично спасибо за за принятый ну что во первых весь чатик тоже переживал а ранний магаз да это относится к другому мачапу но пожалуйста тоже я горю если ты уже перешел в к демон хантеру в качестве второго героя против против андеда то ранний магаз под второго героя надо строить потому что стычки происходят часто став тебе нужен гораздо раньше и я даже специально после вот того как отметил этот момент я понимаю что висп за 120 что тебе лес там нужен бла-бла-бла неважно где-то в пяти играх подряд просто вот к ряду этот магазин с гипотетическим ставом на который кстати у тебя есть деньги всегда есть деньги естественно он тебе там спасал до твоего следующего до твоего дефолтного магазина который ты делаешь под арбу по т3 спасал где-то трех юнитов просто вот трех юнитов а любого юнита бери он сразу став окупает да я понимаю но проблема в том что негде хилить потому что ты там если против андеда то там страты через три колодца экспанты и получается что там не особо даже если ты ставь ниже демон хантера в которого пропишет койл нового он уже теряет половину я просто не знаю где потом его хилить так ты хоть и ну теряешь его но на этом можешь например леча убить и демон хантер там за 170 воскресить ну а так ты ставом замедляешь еще тайминг лордниц и короче ну я пока пока не знаю как это реализовать на самом деле понял понял ну проблема да но сейчас на самом деле это большая инвестиция потому что магазин стоит 90 ты тратишь еще виспа за 120 и став покупаешь то есть на самом деле там по ресурсам ну внушительная сумма выходит учитывая что ты экспандишься то и в ряд еще идешь и там great and nation blessing делаешь ресурсов не хватает очень сильно ну а если ты играешь в т3 а не в эксп ты с андедами так вроде как в 50 процентах случаев играешь да да но тогда кипер ты кипер не реализован получается потому что окно экспанда пропущено я не знаю насколько ультовый экспанд хорош не 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 экспанд я я за экспанд чем раньше тем лучше понятное дело просто т3 это медведи получаются медведи тогда ну а там стратегия той как раз маздриата и чтобы как раз реализовать кипера поэтому кипер медведи демонхантер я видел что так игра и играли там лет но нет стратегии пока что не очень импонирует ну а ты за за димку нагу и и т2 экспанд или три кипер дх экспанд и хэппи очень сильно жаловался что это сильная стратегия я думаю что ну пока да это самая сильная страта хорошо ну что ж спасибо тебе большое за за интервьюшечку когда ты следующий раз на каком турнире будешь играть кстати есть информация такая на дримхайке в четверг а да точно там же ты уже в плей-оффе получается но непонятно с кем ты еще будешь да там посев же рандомный получается надо в основном я думаю хэппи в любом случае готовится но вообще да как только сетка появится ну я посмотрю кто там в плей-оффе но я думаю что да к андедам надо в основном готовиться потому что там я икс лорду проиграл недавно и хэппи в других матчапах я себя достаточно уверенно чувствую поэтому наверное на следующей неделе я уже буду чисто к андедам готовить хорошо хорошо ладно еще раз спасибо тебе за интервьюшечку чатик если есть какие-то вопросы или там что неприятное написать давайте я быстренько прочитаю потому что наверняка что-то что-то есть у товарищей красиво муна выиграл да кстати слушай я даже не успел сообразить что произошло во второй игре это была подстройка на то что он не разведывает и при этом ставит экспотечица то есть в стандарт такой играет или или ты решил в два барака сыграть я там проиграл на моменте когда он у меня приста перекупил потому что опять же когда играешь против корейцев то ты не можешь мерка перекупить он прям сразу сходу пристав меня перекупил и я уже был настолько позади я не мог скрипиться ну так по темпу я уже не успевал скрипиться поэтому я решил что ну все я уже тут если сыграю атак икон то я проиграю либо надо что-то предпринимать и решил два барака хантов сыграть ему на что-то не разведал поэтому он разведывал разведывал в тот самый момент когда у тебя уже было четыре хантресса понимаешь но это уже к муну вопрос а вообще он конечно вот этим мувом с перекупкой приставил ну себе можно сказать игру сразу выиграл я даже не знаю как там что я могу еще сделать чтобы его догнать то есть там уже чисто 10 ну там идет надо было рисковать я решил что пойду в хантов и будет что будет да получилось хорошо фоги ангелочек пишет ты передавать что я его люблю пишет неретнив тыка такого не писала лайк за муна фогич молодец так держать давай тащи ты можешь и не бросай больше уверенности против андедов да фоги красавец тащи в артилекс все равно молодец вжух пользуясь лучшим чатик желает удачи в next играх и и фогич лучший ну на такой позитивной ноте я предлагаю закончить еще раз спасибо тебе что спонтанно на интервью щеку при придурнился спасибо майкер что позвал спасибо всем посмотрел всем хорошего дня всем пока 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 фогич пока